level one это образовательная платформа у нас есть лекции курсы практикума тренажера это все про разные темы за пределами работы может быть искусство кино это может быть что-то из устройства мира там как устроен космос или как устроен человек в общем куча разных тем которые важны большому количеству людей за пределами работы сейчас около 10 тысяч человек ежемесячно 10-15 тысяч человек проходят разные лекции курсы тренажеры практикумы по разным темам последние годы особенно последний год очень сильно меняется рынок от тех а и выходят как много игроков а в том числе а большие какие-то компании вливают огромные бюджеты в то что привлекать новую аудиторию поэтому автоматически наверное так на всех рынках происходят цена лида на привлечение нового клиента холодного там через таргетинг или через другие каналы она постепенно но тем не менее растет вот и когда эффективность реклама снижается цена рекламы растет то конечно же то насколько хорошо мы взаимодействуем с нашей базы насколько хорошо у нас получается повышать retention но сильно влияет в том числе и на наш рост но и в том числе на там сохранение и увеличение выручки и поэтому вот эта работа с сегментами аудитории то насколько на самом деле у нас получается классно рекомендовать да подсказывать вот какой-то следующий шаг помогать не терять мотивацию она прямо очень критично поэтому и рассылки как часть вот этого всего опыта да как часть помощи людей потому чтобы они двигались по вот этому какому-то образовательному пути они конечно очень важны домен бокса наши рассылки отправлялись на всю аудиторию потому что они были связаны с новыми запусками это все было еще до карантина у нас появлялись новые лекции и это вот такой большой поток нового контента когда сотни человек готовит что-то новое интересное по разным темам и нельзя особенно предсказать люди после лекции по классической музыки пойдут ли на лекцию по психологии пойдут ли на лекцию про космос или нет так что мы на всякий случай и зная что и люди сами не понимают что они на самом деле хотят отправляли это на всех но с майнбоксом ситуация в этой части может быть она не слишком сильно изменилась мы действительно большие запуски большие анонсы отправляем все еще на всех но при этом появилось большое количество более персонифицированного общения то есть чтобы больше сильно больше быть с ними на связи и это возможно именно из-за того что нам не нужно вот каждые эти отдельные письма которые допустим приходят не там десяткам или сотням тысяч человек а там просто десяткам людей нам не надо их отправлять вручную мы можем это настроить именно как правило и дальше они уже в зависимости от поведения людей либо отправляются либо не отправлять в момент когда мы принимали решение о том работали с майнбоксом или нет у нас был другой сервис рассылок с которыми мы вот сколько то уже лет пять вместе жили и с которым нам в целом нравилось но к тому моменту наши объемы вот базы пользователей с которыми мы работали они доросли до такого уровня что получалось что переход на майнбокс он даже оказывался дешевле чем продолжение работы с тем сервисом который у нас был до этого поэтому для нас это была такая в общем-то даже без рисковая история а с ученым того что майнбокс давал какие-то большие возможности на входе типа ты не платишь первые три месяца или еще сколько ты тебя тебя обеспечивают поддержкой и дают рекомендации то для нас это было ну вот такой в чистом виде эксперимент на который мы довольно легко согласились а в том числе и из-за цены мы выбрали на майнбокс из-за возможности гибкой настройки всего что касается работы с сегментами нашей аудитории потому что у нас есть разработка внутри front-end backend и теоретически у нас было много идей по тому как нам надо взаимодействовать с пользователями но было впечатление что если мы сами возьмемся пробовать то много других процессов остановится и майнбокс стал для нас каким-то таким шансом возможности что огонь ничего себе ребята много чего уже продумали уже какое-то огромное количество типовых ситуаций вшита функционал и можно взять и с помощью небольшой интеграции начать уже этим как как-то гибко пользоваться и причем пользоваться так что это будет доступно не только разработчикам людям которые глубоко погрузились в то как все это настраивать а то что каждый менеджер грубо говоря которым мы дадим инструкцию сможет этим заниматься я думаю что с майнбоксом у нас не стало меньше работы по рассылкам она просто стала принципиально другой то есть если раньше речь шла о том чтобы подготовить что-то вот такое большое или может быть рассылки поменьше но много времени тратить именно на техническую сторону то сейчас больше речь идет о том как простраивать логику взаимодействия как анализировать как ведут себя пользователи в ответ на вот какие-то новые гипотезы придуманную логику смотреть результаты и придумывать какие-то следующие ходы я думаю что важным извини изменением которое у нас произошло и которое явилось следствием начала работы с майнбоксом стало то что вот наша команда которая занимается рассылками она в общем стала такой самостоятельной продуктовой командой то есть они в том числе оказывают влияние на то что мы там делаем по продуктам как мы взаимодействуем с нашими пользователями и они как раз придумывают предлагают и тестируют новые гипотезы то есть если раньше это была более какая-то техническая часть команды то теперь это прямо такой полноценный исследовательский центр который много знает про нашу аудиторию и про то как стоит с ней взаимодействовать и что ей важно для нас майнбокс это важный партнер и особенно нам важно какое-то совпадение по ценностям то есть очень здорово что это такая фактически эти компания которая не просто имеет коробочное решение которая сама по себе развивается где появляются новые возможности новые всякие гипотезы те же самые и такое впечатление что вот мы движемся в сторону того чтобы лучше работать с базой майнбокс движется в ту сторону чтобы развивать свой продукт это очень вдохновляет и ну помогает как-то более открыто относиться ко всему что делает майнбокс тоже пробовать интегрировать какие-то новые решения и вообще чувствовать ко всему этому интерес и присваивать это для своего опыта